Ольга Жарикова Листка оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра «Сопрано». В 2015 году окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского Корсакова, а в 2017 – оперную программу для молодых певцов Пласида Доминго в Валенсии. Ольга – лауреат нескольких международных конкурсов оперных исполнителей в России и за рубежом. Работала с такими дирижерами, как Рамон Тибар, Кристофер Франклин, Фабио Бионди. С 2019 года работает в труппе Приморской сцены Мариинского театра. Вы практически новобранец Приморской сцены, поэтому все впечатления свежие. Особенно интересно будет нам сегодня, чтобы вы этими впечатлениями поделились. Но прежде чем начнем разговор об этом месте, в котором находимся, давайте чуть-чуть к истокам. Как находили свой путь в профессию? Были ли какие-то предпосылки? Музыкальная ли у вас семья? В общем, из чего родился этот интерес? Моя семья не музыкальная, совсем нет музыкантов в моей семье. Я единственный музыкант, профессиональный. И путь мой был довольно-таки интересным. Изначально я даже не знала, что я стану музыкантом, но вот эта любовь к музыке, которую мне прививала моя мама, не будучи музыкантом, не зная нотной грамоты, она имела такую любовь к музыке, к пению, к песне. С самого детства она меня учила различным песенкам, народным песням. Мы с ней даже пели на два голоса. И у нас очень хорошо получалось. И я думаю, что вот эту любовь к пению именно она мне привела. И может быть, я даже предполагаю, что благодаря мне выразилось ее вот это желание. Может быть, то, что она хотела реализовать в своей жизни и не смогла. И, наверное, она передала это желание мне. Из этого я делаю вывод, что ваша семья во всем и всегда вас поддерживала. Но вашей целью всегда была именно оперная сцена? Нет, не всегда. Я начинала как хоровой дирижер. И мне очень нравилось. Но так сложилось, что в Новороссийске, в городе, в котором я родилась, Музыкальное училище имени Шостаковича не имело вокального отделения. И наиболее приближенное к вокальному пению было хоровое отделение. И, соответственно, я поступила на хоровое отделение. И, конечно, там были уроки вокала, которые мне наибольшую радость приносили. А именно оперное пение, я думаю, что любовь к этому зародила моя педагога по музыкальной литературе Ада Федоровна. Она была настолько восторженная. Она всегда с таким вдохновением рассказывала об операх, о вокальной музыке, о различных проявлениях оперного пения. Она всегда говорила, друзья мои, это великолепно, вы послушайте. То есть она настолько вдохновенно всегда рассказывала. И моя вот эта любовь к пению, и не могла просто не отозваться на ее призывы. Я считаю, что вот, знаете, в жизни есть такие люди, встречаются, и их немного. Можно даже, наверное, по пальцам руки сосчитать, которые, вот они как лучик света, направляют тебя по нужному пути. Порой, когда ты очень хочешь чего-то, и не видишь поддержки среди окружающих, и находится один или, может быть, два человека, которые верят в тебя. Это обязательно человек, который в тебя верит. И это очень важно. Вот в моей жизни были такие люди, и встречались, и встречаются, и сейчас. Это моя мама, которая меня поддерживает. Далее это вот педагог по музыкальной литературе, о которой я сейчас рассказала уже. Затем это был педагог, который готовил меня к поступлению в консерваторию, Владимир Александрович Сергеев. Он сейчас уже умер, к сожалению, но это был такой человек, он был настоящим другом для меня. Не только для меня, а для всех студентов. И он имел настоящий дар от Бога, преподавание, дар преподавания. Он настолько верил в своих студентов, в своих учеников. Даже я сама в себя настолько не верила. И он всегда говорил, у тебя все получится, ты сможешь. И был такой момент в моей жизни, когда как раз мой путь стал поворачиваться в сторону оперной карьеры. Но я еще не была тогда вокалисткой, профессионалом. Мне нужно было прослушиваться в оркестр. Например, должны были состояться гастроли вместе с оркестром за границу. И меня предлагали как солистку. Но нужно было исполнить соловья Алябьева. И, как вы знаете, там очень высокая тесситура и вот эти трели соловьиные. На тот момент у меня не было в диапазоне тех нот, которые необходимы были. А у меня был срок всего две недели. И я должна была за две недели подготовить вот этого соловья Алябьева. И, видимо, вот это мое стремление, мое желание и его поддержка настолько вот меня вдохновили. И они мне помогли достичь вот этих высоких нот, этого уровня соответствующего. И я просто безумно благодарна этому педагогу, который вот настолько в меня верил. И затем в консерватории, это, конечно, Татьяна Васильевна Новикова, моя педагог по оперному пению. Замечательный человек абсолютно и выдающийся педагог, я считаю. Она тоже настолько верила в меня и одобряла мои безумные порой какие-то шаги. И когда я, например, предлагала, давайте мы на экзамен споем вот эту вот арию и какую-нибудь, например, Лючье Диламирмур, 15-минутная сцена сумасшествия. Она так на меня смотрела и говорила, Котя, ты сможешь? Я говорила, смогу, конечно. Она, ну давай. То есть какая-то нотка авантюризма тоже присутствовала. И она меня всегда поддерживала. И спасибо ей большое за это. Затем, я думаю, что большое значение в моей жизни имело знакомство с Пласидо Доминго тоже, потому что это великий человек. Мое знакомство произошло на прослушиваниях в оперную программу его имени. То есть это был некий отбор, чтобы пройти обучение, да? Да, это была оперная программа. В течение года нужно там было заниматься. И к этой оперной программе, соответственно, три отборочных тура. И вот финальный последний тур Пласидо Доминго сам уже под его чутким руководством отбирались вокалисты. И вот, к счастью, меня выбрали. Я очень счастлива, что мне довелось учиться в этой программе и встретиться с таким великим маэстро. Мне также еще довелось с ним дважды спеть спектакли. Это был сначала спектакль «Травята» в Валенсии, в Палау де Лизарц. И другой спектакль, когда я уже закончила программу, мне предложили контракт там же, в этом театре. И это был «Дон Карлос», который сейчас у нас как раз будет здесь, в нашем театре. И это был незабываемый опыт. Во-первых, когда ты видишь, как вот эти великие мастера выходят на сцену, и ты являешься частью вот этого состава, этого каста, это бесценно. Когда ты видишь, насколько серьезно они относятся к своей работе, к своей роли. И это очень длительный процесс, потому что в Испании другая система в театрах. Там короткосрочные контракты, и вся труппа приезжает, точнее, не труппа, а именно солисты, которых приглашают на конкретный спектакль, они приезжают... Под постановку. Да, для постановки, и работают целый месяц вместе. И это каждодневные репетиции. То есть ты видишь целыми днями, целый месяц, ты видишь своих коллег, видишь их отношения к работе, их сосредоточенности, их отношения к роли. Это очень здорово. Я думаю, что это тот уровень, к которому мы все должны стремиться. Но при всем при этом, вы понимали для себя, что все-таки хотелось бы попробовать реализоваться в стенах репертуарного театра? Вот в той системе, как это существует в России, это больше нигде не существует в мире. В Германии еще есть. А, еще есть в Германии, да. Обычно везде это такие компании, которые осуществляют постановку. Она очень интенсивно идет несколько месяцев, потом все расходятся, и жизнь продолжается. Да. Ну, есть и прелесть определенная в этом, потому что... Да, да, конечно. Потому что ты, конечно же, встречаешься с новыми людьми. Это новые опыты, ты работаешь с разными дирижерами, это тоже очень хорошо. И тем более такого уровня, с которым мне довелось работать, я очень счастлива. Но, конечно же, любому человеку, любому певцу и вообще любому человеку всегда хочется какой-то определенной стабильности. И я тоже этого многие годы искала. И еще учаюсь в консерватории. И потом после консерватории я еще месяц ездила, пела прослушивания, конкурсы. И потом вот эта оперная программа. Но все же это не постоянно, это всего на один год. А сейчас у меня есть стабильность. И это здорово, потому что это дает определенную уверенность в своих силах. Это дает тебе возможность совершенствоваться в партиях, которые ты, допустим, уже спел. Но ты снова можешь выйти, спеть их. И каждое новое исполнение даже одной и той же партии, это как новая ступень, новый шаг в личном развитии, в личном росте. И так как я здесь не так давно, мне уже не терпится снова спеть эти партии, которые я уже исполняла. И я сейчас уже отношусь к ним по-другому. Потому что всегда дебюты, это очень такой волнительный момент. И для меня они проходят всегда, знаете, вот меня спрашивают, ну как все прошло? Я говорю, я не знаю. Потому что это настолько волнительно. Ты настолько переживаешь, чтобы все правильно сделать. Не забыть какие-то фразы определенные, не забыть само действие. И при этом еще вкладываешься эмоционально. И когда второй спектакль тебя уже так немного отпускает, и ты уже можешь со знанием дела и с большей серьезностью подойти, и с большей конкретикой подойти к своей роли. Как вообще появилась в вашей жизни идея или предложение, собственно, попробоваться здесь на приморской сцене? Потому что это означало в том числе оказаться на противоположном конце страны. Да. Ну, серьезный шаг. Да, это серьезный был шаг. И неожиданный. Потому что, на самом деле, еще учаясь в консерватории, я уже думала про прослушивание на приморскую сцену Мариинского театра. Но как-то так складывалась судьба, что... Ну вот, не удавалось мне спеть прослушивание. То я была занята, то куда-то уезжала, то узнавала о прослушивании уже после. И моя тропинка была очень извилистая и прям далекая уж, очень далекая. Потому что, на самом деле, я пришла сюда через Краснодарский театр. Потому что, когда я закончила свое обучение в Испании, контракты, мне пришла в голову совершенно неожиданная мысль. И я не знаю почему, наверное, судьба меня так вела. Я почувствовала, что я хочу вернуться в родной край, в Краснодар. Я еще не имела там ничего, ни работы, ничего у меня не было. То есть я ехала абсолютно не зная, что там будет. Но меня прямо душа вотзвала туда. И когда я приехала, я подумала, мне надо прослушаться в музыкальный театр. Но я никого не знала в театре. Я просто написала в Фейсбуке Владиславу Карклину, который был в тот момент художественным руководителем, был главным дирижером в театре. Я прислала свое резюме, рассказала, кто я такая. И что меня очень удивило, он действительно мне ответил. И сказал, приходите прослушиваться. И мой первый спектакль был «Регалетта» Джильда. Это был премьерный спектакль. Как раз у них была новая постановка. И так получилось, что я как раз спела эту премьерную постановку. Это большая честь для меня. И затем, уже проработав почти до конца сезона, вдруг мне Владислав Карклин пишет о том, что проходит прослушивание в Мариинский театр на приморскую сцену, что ищут сопрано колоратурное на партию «Царицы ночи». И он говорит, вам надо ехать, идите прослушивайтесь. Мне было очень страшно, потому что «Царица ночи» – это партия, с которой я недавно только начала работать. На самом деле, только в прошлом сезоне я только стала петь, начала петь эти арии. Где такая серьезная вокальная высота, на которой тоже нужно решиться. И это серьезный шаг. Для меня до сих пор это большая работа над собой. Я и сейчас, вот будет опять спектакль, я усердно тружусь, пою, отрабатываю свои колоратуры, высокие ноты, чтобы все было чисто и идеально. Когда мне написал Владислав Валерьевич, я подумала, ну что, я ничего не теряю, в принципе, я поеду и прослушаюсь. И каково было мое удивление, когда через две недели примерно мне написала Лариса Ивановна Дядькова, что меня приглашают в этот театр. Я была очень удивлена, и мне было настолько страшно ехать так далеко, я не ожидала положительного ответа, и вот я здесь. Ну вот театр, такой интересный организм, это, с одной стороны, ну, некая конкурентная среда, да, потому что много талантливых людей в одном месте, с другой стороны, это же какая-то почва, на которой ты растешь и развиваешься. В общем, это какие-то множество слагаемых, которые влияют на тебя, на твой характер, да, на твой профессиональный рост. Было сложно или достаточно легко адаптироваться вот в этих новых обстоятельствах, присвоить этот театр, почувствовать себя здесь на своем месте. Вы знаете, совсем не сложно. Я очень волновалась, когда ехала сюда, как меня воспримет труппа, как сложатся отношения, и это все так далеко, и далеко от моих родных, и от друзей. И просто для меня это какой-то был другой мир абсолютно. И когда я сюда приехала, я настолько быстро влилась вот в эту команду, и меня настолько быстро приняли, не было никаких шероховатостей, трений, и это очень здорово. Знаете, здесь особая атмосфера, и коллектив, есть какая-то вот такая особенная аура. И, может быть, тоже мне помогло то, что когда я приехала, я сразу включилась очень быстро в работу, потому что я приехала в самый разгар фестиваля, и мне сказали, что я стою на страховке партии «Лючии», которую я еще не знала. И буквально за две недели мне нужно было эту партию восстанавливать, потому что я когда-то бралась за нее, но она была у меня еще не готова. И вот эта вот активная работа наверняка тоже мне помогла очень сильно, потому что не было времени расслабляться, отвлекаться на какие-то моменты. Просто была увлечена работой, и это помогло тоже сплотиться с коллективом, потому что сразу мы стали репетировать, взаимодействовать. Да, это правда, ничего не сплачивает лучше, чем совместная работа. Да. Расскажите немного о драматической составляющей работы над партиями. Насколько вам интересно погружаться вот именно во внутренние переживания ваших героинь? Насколько бывает сложно иногда искать вот именно свою джильду, да, или вот свою «Лючию», кого угодно? Это безумно интересный процесс, потому что он состоит из многих этапов. Самый первый этап — это изучение первоисточника, затем изучение оперы. Потом ты сравниваешь, как отличается первоисточник от оперы, и потом ты ищешь свои какие-то грани этого характера, своего персонажа, и пытаешься пропустить через себя, через свои эмоциональные стороны. Как бы ты поступил в этой ситуации? Если какая-то ситуация, которую ты в жизни никогда не испытывал, ты начинаешь представлять, а как бы я поступил в таком случае? Это очень интересно. И работа над ролью, она очень сложна, потому что, если это, например, опера на иностранном языке, ну, например, на итальянском, на французском, ты должен знать дословно перевод каждого слова. И если ты не знаешь, то есть ты не можешь исполнять вполне качественно свою роль, если ты не знаешь дословно каждый пункт. В этом состоит тоже большая сложность. Поэтому мы должны знать много языков и стараться развиваться. То есть наша профессия прекрасна, потому что мы всегда учимся. Да. Всю жизнь. Это сложно, но и интересно, безусловно. Вот, кстати, в продолжении разговора об артистическом диапазоне. Я видела какую-то небольшую роль, где вы исполняете партию из оперы «Индиан Куинн», «Королева индейцев» Генри Пёрсала. И вообще барочная музыка, да, это вообще отдельный мир, отдельный космос. Насколько вот вы туда были погружены или... Ну, в общем, расскажите об этом, соприкосновение с этим пластом музыки. Ну, это была не целая партия. Это был концерт в Мариинском театре барочной музыки с оркестрантами, с музыкантами Мариинского театра. Это было очень здорово. Мне близка эта музыка, этот жанр, этот стиль барочной музыки. И я думаю, что я ещё снова буду к нему возвращаться когда-нибудь. Но это особенно... особенный пласт музыкальный. Потому что его не споёшь так, как оперы, например, Верди, Даницетти. Там особая стилистика. В этой музыке есть какой-то вот магический такой ритм. Я согласна. И ты должен его чувствовать очень хорошо. Ну, мне это интересно. Я думаю, что я ещё когда-нибудь с этим поработаю. А вообще, вот в процессе работы над новой постановкой, какие этапы доставляют вам наибольшее удовольствие? Наибольшее? Ну, это, конечно, уже работа на сцене. Это репетиции. Потому что тогда ты ищешь своего персонажа, ты вживаешься в эту роль. И ищешь эти грани эмоциональные своего героя. Это очень здорово. Это очень интересно. И мы счастливые люди, потому что мы можем проживать на сцене ещё одну такую маленькую жизнь. И она всегда разная. Порой приходится испытывать такие эмоции, которых ты в жизни не испытываешь. Например, вот «Царица ночи», когда этот персонаж такой обладает яростью, гневом. И то, что ты в жизни не можешь выразить, например, отвергнуть свою дочь. То есть такие вот крайние эмоции. Это интересно. Конечно, я не могу себе и не хочу себе такого позволять в жизни по отношению к моей дочери. Но вот в опере есть такие моменты. Либо прожить целую жизнь, когда, как в Травиате, от каких-то моментов ещё веселье, и затем любовная история, и жизненная история, которая завершается трагически, смертью. Да и вообще вот я сейчас думаю, что, в принципе, большинство персонажей моих, они так трагически и заканчивают. Что «Джильда», что «Личия», что «Травиата». Ну, таков оперный жанр там вообще. Часто бывает всё трагедийно складывается. Да, у меня моя дочь спрашивает, мама, почему в опере всегда вот умирают твои героини? А я говорю, ну, наверное, оперы бы не было, если бы не умирали, если бы всё было хорошо. Нужно сопереживание. Нужно, чтобы было чему сопереживать. А вот скажите, Ольга, с вашим опытом работы в Европе, да, в Испании, там очень чистые случаи, когда классические оперы переосмысливаются режиссёрами в первую очередь и при постановке начинают выглядеть, в общем, радикально достаточно. Как вы воспринимаете такие постановки и рассматриваете ли вы для себя это как интересную потенциальную работу? Ну, я вообще приверженец классических постановок, и для меня идеал — это вот постановки, такие как Франко Дзефирелли, например. Но, конечно, я стараюсь быть, что называется, open mind. Да. И если это оправдывает сюжет, то почему нет? Главное, конечно, я не представляю себя обнажённой на сцене, я не думаю, что я когда бы-то либо согласилась в таком участвовать. Но я думаю, что если это не прям совсем уж радикально, но это возможно. Хорошо, давайте напоследок немножко за пределы работы и творчества выдвинемся. Понятно, что здесь вы на новом месте и, наверное, большую часть времени проводите всё-таки в стенах театра. Ну, когда появляется это свободное время за пределами работы, чему вам нравится себя посвящать? Я люблю прогуливаться в городе. А также иногда люблю рисовать, когда приходит какое-то вдохновение. Но вообще большую часть моего времени вне театра, конечно, я посвящаю своему ребёнку, потому что в течение дня мы с ней мало видимся, и когда я прихожу, конечно, ей требуется моя забота, моё внимание. Поэтому в данный момент предпочитаю, конечно, отдавать свободное время ей. Спасибо большое за этот разговор. Было очень приятно. Я думаю, что для многих зрителей вы открылись с новой стороны, той, которую они не могут разглядеть, глядя на вас на сцене. Поэтому это особенно приятно. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok